Особенный день для особенных детей. 2 апреля отмечался Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Иванова присоединилась к обширной акции «Дети дождя вдвоем всегда легче». К этому событию приурочили сразу несколько мероприятий. Первая из них – выставка фотографий «Быть особенным». Мария Сибирякова сделала портреты 10 ребят с аутизмом. На снимках моменты поседневной жизни членов клуба «Грани», с которыми у Марии давняя дружба. Они такие раковины, что ли, на дне океана. Они очень закрыты. И чтобы их узнать, нужно потратить намного больше времени, чем с обычными людьми. Наблюдать за ними больше. Эти дети особенные. Именно на такой формулировке настаивали организации акции. Они очень добрые и отзывчивые на заботу и внимание. Это такие же люди, как и мы с вами. У которых есть мечты, мысли, чувства. Все понимают. Может быть, иногда им бывает трудно сказать и выразить. Но то, что они понимают все, это вот 100%. Символом аутизма является пазл. Такой человек вроде является членом общества, но существует отдельно от него. Как пазл, существует отдельно от картинки. Именно поэтому неотъемлемой частью оформления выставки стали фрагменты пазлов, хаотично рассыпанные по полу и скамейкам. Выставка «Быть особенным» уверена Маша не последняя. Ведь с этими ребятами она сдружилась по-настоящему. Мне даже любопытно посмотреть, смотреть, как они меняются, как они растут. То есть сделать историю сквозь года. То есть это просто определенный этап, что ли, но это не окончание. Фотографии можно увидеть в музее Первого совета. Выставка работает до 5 апреля. Свои снимки ребята еще не видели. И работы Марии Сибиряковой стали для них приятным сюрпризом. Отбирали не вместе. Маша мне еще их не показывала. Но я скажу, что Маша – огонь. Я за Машу полностью. Маша молодец. В этом смысле она, я бы сказал, профессионал. У аутизма есть свой цвет – синий. 2 апреля около 3000 зданий и памятников. Более чем в 600 городах и 45 странах мира были подсвечены особым образом. Иваново впервые в этом году присоединилось к акции. В нашем городе с синими огнями было подсвечено здание Ивановской государственной медицинской академии. Также организаторы заготовили для праздничного вечера синие воздушные шары, которые ребята с удовольствием запустили в небо. Вместе с шарами в неведомые дали отправились бумажные журавлики, на которых ребята с аутизмом написали самые заветные желания. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.